Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф для абитуриентов. Я Яна Зиновьева. Сегодня поговорим о поступлении в Институт международных отношений Казанского федерального университета. На вопросы ответит руководитель комитета по работе с абитуриентами Кристина Витковская. Привет! Привет! Активист культмассового направления, режиссер Делюз Каюмов. Привет! И председатель студенческого совета и профбюро Степан Раков. Привет! Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в группе ВКонтакте Казанского федерального университета. Начнем, наверное, с первого вопроса. Чем институт помог в реализации своих целей и планов на будущее? Я, наверное, начну. Начнем с того, что наш институт реализует более 11 направлений подготовки. В каждой из них студенты могут себя развивать, так как существуют различные комитеты, направления, существуют программы стажировок, есть различные практики. То есть все студенты по выходу из нашего университета могут, в принципе, стать вполне себе отличными специалистами в любой сфере. Помимо этого, есть различные комитеты и направления активов, которые наши студенты тоже активно вовлекаются. И они уже вместе с другими студентами создают какие-то новые проекты, подают гранты, создают какие-то крутые мероприятия. И благодаря этому тоже развивают какие-то свои навыки и становятся компетентными специалистами вообще в любой сфере. А как вы применяете полученные знания на практике? Если, допустим, говорить про внеучебную деятельность, то есть ту базу, тот опыт, который тебе дает институт в целом, ты его применяешь абсолютно везде. То есть это навыки ораторского выступления. То есть ты постоянно где-то выступаешь перед кем-то, перед студентами, перед администрацией, перед просто зрителями какими-то, допустим. И вот те знания, которые ты получаешь на базе института, они тебе очень сильно пригождаются. Если говорить именно про учебную часть, то очень помогает навык исследования. То есть если мы возьмем пример, допустим, про написание какую-то исследовательскую научную работу, курсовая, диплом, то очень помогает вот в жизни, допустим, искать какую-то информацию. То есть ты чаще опираешься на источники, опираешься на кто, допустим, написал какую-то статью. И ты больше начинаешь забираться в какую-то ситуацию, в которую ты погрузился. Институт – это все же учеба или нечто большее? Институт – это нечто большее. То есть, ну, это совокупность вообще всего, что у нас происходит. Учеба – это одна важная, но все-таки одна из частей того, чем можно заниматься. Зачем, в принципе, участвовать в активе института? Что это дает? Помимо очень крутых знакомств, встреч и вот этого всего, это, конечно, люди. Ты здесь находишь друзей, находишь приятелей, с кем ты дальше развиваешься всю свою жизнь. Дает, как я уже сказал, просто безграничный опыт во всем. То есть от выступлений, про которые я уже сказал, про написание постов в социальных сетях. Ты даже можешь иногда пофотографировать что-то, пробежать эстафету. То есть вообще все, чем может заниматься человек, вот он все учит, учится в институте. Расскажите про несколько интересных предметов вашего направления. Можем, наверное, все по очереди назвать. Да, да. Ну вот недавно у нас прошло мероприятие «Мистер и Миссимо», в котором участвовали как активисты, так и совершенно незнакомые с активом института международных отношений студенты. И пришло поддерживать около ста человек. Вот. То есть на базе нашего института мы развиваем такую семейную атмосферу, потому что все ходят, все поддерживают. И вот. Продолжим, пожалуйста. Так, вопрос про направления подготовки, про интересный предмет. Еще потом вернемся к ним. Мы здесь представляем разные направления. Дилюс представляет педагогическое образование. Мы представляем востоковедение и африканистику. И на самом деле каждое направление подготовки, оно по-своему отличается своими какими-то уникальными предметами, которых нет на других направлениях подготовки. Если мы говорим про востоковедение и африканистику, я изучаю китайский язык. И у нас почти все предметы связаны непосредственно с китайским языком, с профилем языка, языками и литературой. То есть это предметы по типу лингвострановедения на китайском языке, где можно подробно изучить, в принципе, историю, культуру Китая, какие-то традиционные особенности и так далее. Помимо этого мы изучаем полноценно географию, какие-то политические особенности, экономическое развитие страны. То есть вот такие предметы, они помогают полноценно узнать страну изучаемого языка, не только со стороны как раз-таки лингвострановедения какого-то или там языковых особенностей, но и просто расширить свой кругозор, понять вообще особенности данной страны. Вот поэтому я думаю, что это очень интересно. А если затрагивать конкретно направление педагогическое, получается, востоковедение, насколько это актуально сейчас? Не скучно ли учиться? Нет, совершенно не скучно. У нас практика на первом моем курсе проходила, мы прямо в школу ходили к детишкам, сидели на задних партах, учились у преподавателей, которые уже преподают там. Совершенно не скучно, я могу так сказать. А у вас только ведение? Ну, про воскресенье, наверное, я скажу тоже. Не было такого, наверное, минут от того, что я такой подумал, что мне интересно учиться. Каждый предмет, он по-своему интересен. Просто кому-то, допустим, интереснее изучать языки, мне вот именно на моем личном примере интереснее было изучать историю. То есть какие-то исторические аспекты, войны. Вот я вот люблю вот именно такой аспект. Вот. И действительно на парах было сидеть очень интересно. То есть ты слушаешь, запоминаешь, представляешь, как это все, я не знаю, в голове происходит. И, в общем, учиться очень интересно, если говорить про восстоковедение. Ну, абсолютно, наверное, каждый студент найдет для себя что-то интересное в нашем институте в любом направлении. Вот педагогики до восстоковедения и международных отношений. А почему именно ваш институт вы можете посоветовать для будущих абитуриентов для поступления? Интересный вопрос. Ну, у нас есть такой лозунг, наш институт самый лучший. Он, конечно, такой-то между нами, между нами так говорим. Но из-за людей у нас замечательные люди, замечательные студенты, замечательные преподаватели, сотрудники, замечательное в целом образование. И вот это все в совокупности дает тебе такой просто огромный заряд энергии, на котором ты вот просто летишь все 4 года, потом еще заскакиваешь на магистратуру, потом еще на аспирантуру и вот так вот несешься, несешься, несешься. Ну, если что-то еще. Огромное количество студентов остается у нас в институте работать. И никто, не то чтобы сказать жаловаться, всем очень нравится продолжать развивать себя и развивать институт. Мне кажется, что у активистов достаточно довольно-таки интересная жизнь. Можете ли вы рассказать какой-то интересный случай, который случился с вами? Да. Я живу, получается, в деревне Универсиады, это общежитие, самое лучшее, самый лучший студенческий кампус в России. Вот. И для того, чтобы туда заселиться, тебе нужны баллы. Чтобы тебя заселяли, нужны баллы. Вот. У меня их не было, и в этом году мне тяжело было туда заселиться. Но я пошел в актив, собственно говоря, поэтому и пошел, чтобы заселиться. И вот теперь я живу в деревне Универсиады. Помимо этого являюсь одной из команд, да, режиссерской группы. Да, да, и очень быстро почему-то я поднялся в этом году. Я очень жалею, что я не с первого курса пошел в актив. Очень жалею. Вот. Если будете поступать, то с первого курса нужно. Прямо сразу. Может, у вас какие-то интересные истории были? Наверное, интересных историй куча, потому что ты в целом погружен во всю эту студенческую атмосферу, подойдешь абсолютно каждому студенту-активисту, у него найдется какая-нибудь интересная история. У меня, наверное, интересная история, как мы организовывали фестиваль уличной культуры. У нас в институте проходит фестиваль уличной культуры Urban Fest, на котором присутствуют там дэнс-баттл, различные лекции по урбанистике, по кастуму одежды. И вот посвящено вот такой уличной культуре. И на эти мероприятия нам, в общем, нужны были поддоны для того, чтобы обустроить сцену. И мы, условно, поехали их арендовать. Во время этого на нас напали собаки. В общем, там была очень интересная... Ну, это для меня такая интересная история, запоминающаяся. В общем, у нас в институте много всего интересного. Можно и в деревне в институте жить, можно и от собак убегать. Достаточно интересный, правда. А чем вы вообще конкретно занимаетесь в институте? Во внеучебной деятельности? Ну, можно и вне. Я, получается, как председатель студенческого совета, курирую деятельность абсолютно всех направлений, которые у нас есть в институте. Это спорт, культ масс, научка студенческая, медиа. И вот все направления, все, чем занимаются студенты, курирую я. Вот тут сидят мои коллеги, можно сказать. Кристина у нас отвечает за комитет по работе с абитуриентами. То есть это направление отдельное со студентами, которые общаются с будущими первокурсниками, с абитуриентами, рассказывают, как классно у нас в институте. То есть всем вот этим у нас занимаются студенты. И еще один мой коллега, это Делюз, он часть нашего большого направления творческого. Отвечает полностью за все концерты, все мероприятия творческие, которые у нас проходят. Там жизнь вообще постоянно кипит. Он вот какой уставший сидит. Да, сегодня тоже мероприятие будет чуть позже. Поэтому я немножечко потерянный, так скажем. А нет ли чувства выгорания от того, что вот так много всего на вас свалилось? Я думаю, тут в целом все студенты, которые идут в актив, они примерно понимают, что их ждет. И они это делают просто из-за того, что они получают огромное количество удовольствия от мероприятий, которые они посещают. И они работают не как просто вот приходишь на каторгу, что-то надо делать, какая-то волокита. То есть это все происходит ради эмоций, ради кайфа, как мы говорим. Поэтому все мероприятия проходят всегда на одном дыхании. Даже если для этого нужно было очень сильно постараться, много работать, взять ту же самую студенческую весну или день первокурсника. То есть это концерт, который целиком состоит из работы наших студентов. Это и прописывание сценария, режиссерской группы, свет, музыка, танцы. То есть все абсолютно делают студенты. Конечно, это требует огромного количества времени, сил, возможностей. Но по итогу намного больше студентов получают именно выхлопа от этого. И намного больше они получают удовольствие. Поэтому я думаю, что, конечно, каждый может словить какое-то выгорание. Но все примерно понимают, для чего они это делают. Понимают то, что для них это огромная возможность вообще в дальнейшем для реализации каких-то их навыков. Поэтому я думаю, что здесь плюсов намного больше, чем каких-то отрицательных качеств. Я тоже, наверное, добавлю, что все-таки актив — это не про выгорание. Наоборот, к нам студенты обычно приходят с выгоранием. То есть, условно говоря, они от какой-то своей обычной жизни, условно говоря, встают, выгорают, и они приходят в актив. У них происходит смена зоны комфорта. Они из нее выходят, погружаются во что-то новое, изучают. И таким образом у них это выгорание пропадает. То есть, они изучают что-то новое, знакомятся с новыми людьми. И таким образом они спасаются, так скажем, от выгорания. Ну, давай согласимся с тем, что в основном внеучебные мероприятия они проходят все-таки непосредственно в учебное время. Прогуливайте вы пары, и что вы говорите преподавателям, если вы это делаете? Ну, кто начнет? Кто больше всего прогуливал? Делюс, давай, рассказывай. Да, это совершенно не вызывает каких-то больших глобальных проблем. То есть, есть освобождение, документ, подтверждающий, что ты занимался полезным делом. Раз. Преподаватели тоже понимают, что это все часть студенческой жизни. То, что это без этого никуда. То есть, ну, будет очень скучно, если ты будешь только учиться. Вот. Нет, я не говорю, что это прям плохо, просто учиться. Это очень круто. Извините. Но преподаватели относятся к этому совершенно спокойно. Есть некоторые, но к ним тоже нужен особый подход. Вот. Проблем особо нет. В целом, если да, про это говорить, то и ректор, и все проректора, в общем, от ректора до преподавателей все очень положительно относятся к активной студенческой деятельности, так как это, в первую очередь, наверное, лицо любого вуза, его студенты, и где они принимают участие, что делают, это все отображается на лице вуза. Вот. И таким образом все наши мероприятия очень активно поддерживаются в этом плане. И преподаватели тоже это ценят. Иногда даже благодарят за то, что там где-то ты, допустим, поучаствовал, что-то выиграл. Но бывает все-таки такое, что мешает актив учебе? Я бы не сказал, что вот с таким я сталкивался, что прям мешает. Но все равно как-то вот я как председатель, человек, который курирует в целом деятельность, я стараюсь, допустим, подбирать время каких-то мероприятий, чтобы он не пересекался с графиком учебы студентов, то есть ставить в более свободное время. И если, допустим, есть какие-то студенты, которые говорят, блин, у меня пара, я не могу, мы говорим, все, окей, ты давай лучше учись. Неплохой подход. Можно ли стать настоящим дипломатом, учащись в УМО? Я думаю, что, конечно, для этого мы здесь и учимся. В принципе, это наша основная задача, основная цель. Несмотря на разные направления актива, все-таки в первую очередь у нас стоит учеба. Про это ни один студент не забывает. Есть огромное количество таких же мероприятий, огромное количество каких-то дополнительных курсов, каких-то форумов, тренингов для того, чтобы студенты развивали свои навыки именно в этой сфере. Помимо этого, в Татарстане существуют различные организации, которые занимаются именно дипломатическими вопросами. Та же самая Академия молодежной дипломатии. И активисты как раз-таки молодежной дипломатии практически, наверное, на 80% состоят из наших студентов, из имошников. Поэтому все большие глобальные мероприятия, форумы, модели ООН и так далее проходят практически целиком с участием студентов нашего института, поэтому навыки по дипломатическим каким-то вопросам они получают полноценно. А что конкретно вас натолкнуло на то, чтобы прийти в актив института? Ну, если говорить про меня, то, наверное, это просто смена обстановки. Я немножко... Я до этого был спортсменом, очень долго занимался спортом, и в один момент понял, что мне это немножко надоело, что я хочу немножко сменить свою сферу деятельности. И в итоге сменил ее кардинально. От того места, где ты концентрируешься только на себе и на своем как-то развитии в физическом плане, я отошел вообще в абсолютно другую деятельность, где ты, наоборот, общаешься с людьми, выступаешь перед людьми, работаешь с людьми. И вот этот вот переход очень сильно меня изменил, наверное. Я стал более опытным, более профессиональным, так скажем, потому что даже, допустим, в учебе спорт мне не так сильно помогает, как вот мои навыки, которые я получил здесь. У вас? Я думаю, что для меня актив это было такой целью. Я просто видела еще со времен того, как я была абитуриенткой, насколько развита студенческая жизнь в нашем институте. Я была подписана на группу, следила и завидовала, наверное, студентам за то, что у них есть такое количество возможностей, из-за того, что они так много общаются с кем-то, знакомятся, постоянно что-то посещают, куда-то выезжают на какие-то форумы и так далее. И для меня это просто было целью прийти в институт и стать самым активным человеком здесь, чтобы прям максимально на себе учтить все вообще краски студенческой жизни. Поэтому, собственно, я и пришла. Ну, вашу историю мы знаем. Ну и вообще со школы еще я любил подобную деятельность. А как вот найти свое место в институте? Каждый свое? Давай, давай. Я скажу тогда. Получается, когда каждый студент приходит, мы для его адаптации добавляем в каждую группу куратора студента, который помогает сориентироваться, какое направление выбрать, как вообще в целом по учебе помогают, по внеучебной деятельности. То есть у каждой группы на первом курсе будет куратор-старшекурсник, который их, как гуру, условно говоря, посвятит вообще во все сферы студенческой жизни. И так вот мы помогаем студентам адаптироваться. Помогают ли вам навыки, полученные в активе еще и в учебе? Да. Много раз об этом говорили. Ну, во-первых, навык общения с людьми разного типа. То есть студент-активист, он общается не только со студентами, он общается и с администрацией университета, и с другими преподавателями, если вдруг мероприятие как-то взаимосвязано. То есть непосредственно навыки общения, они прокачиваются вообще максимально. То есть есть возможность как-то договориться с любым преподавателем, найти общий язык, как-то объяснить, в чем дело, например, почему тебя не было на парах или так далее. То есть, в принципе, в учебе во многом это помогает. Если именно как-то улучшить свои оценки, то тоже активная деятельность здесь способствует улучшению балла, потому что активная деятельность у нас в институте поощряется. За все мероприятия ставятся дополнительные баллы к сессии. И потом уже, когда сессия проходит у студентов, дополнительные баллы присваиваются им как плюс к экзаменационным, и, соответственно, студенты-активисты, они могут немного повысить свой балл благодаря вот этим активным баллам. Вот тут пришел вопрос, есть ли в вашем институте место на стажировку в другие страны? Расскажите немного подробнее. Насчет стажировок. В нашем институте огромное количество вузов-партнеров, если сейчас не ошибусь, 226. Они все из разных стран. То есть, в принципе, у каждого студента есть возможность выехать на стажировку либо в страну изучаемого языка, либо просто в страну, в которую они хотят уехать. То есть, для этого необходимо, на самом деле, не так много какой-то там запары. То есть, нужно просто собрать необходимые документы. Если вы едете на стажировку, если же вы хотите выиграть грант, то вам необходимо сдать языковой экзамен. И уже потом по результатам языкового экзамена вы сможете отправиться на стажировку на полгода. И по окончании этой стажировки у вас будет специальный документ, который будет показывать, что вы там-то, там-то прошли стажировку в такой-то стране, получили такие-то навыки, прошли такие-то курсы. То есть, в принципе, стажировка открыта для всех студентов, начиная со второго курса и до выпускного. Я также, наверное, добавлю про стажировки. Ну, конечно, не про иностранные. Вот просто если мы говорим про личный пример, то мы вот в ближайшее время, в конце мая, отправляемся в количество 10 студентов на стажировку в МГИМО по программе академической мобильности. То есть, мы будем делиться опытом со студентами МГИМО, и потом через какое-то время они приедут к нам, и мы тоже будем рассказывать вообще, что проходит у нас в институте. То есть, стажировки вообще есть разного плана разных характеров, вот как языковые, допустим, в другие страны, как и вот обмен каким-то опытом с другими нашими коллегами. Ну, вот если вот завершаю вот нашу с вами сегодняшнюю встречу, я бы хотела у вас спросить, советуете ли вы каждому студенту попасть в актив? Да, да. Простой ответ. Громогласно. Ну что же, наш прямой эфир подошел к концу. Повторю, что на ваши вопросы отвечали руководитель комитета по работе с абитуриентами Кристина Витковская и активистку пасового направления режиссер Делюз Каюмов и также председатель студенческого совета и профбюро Степан Раков. До скорых встреч. Все приходите к нам, будем вас ждать в этом году с распростертыми объятиями, ждем вас в нашем институте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова